Приветствую, зрители и подписчики, механай здесь, гримдаун. Уровень 15, искоренитель. Взяла винтовку в руки, но планирую я вернуться вновь к моим двум пистолетам. Иначе, зачем я брал тогда инквизитора? Какой инквизитор без двух пистолетов? Не нужно нарушать всю концепцию, которую я задумал. Два пистолета и все. Договорился в прошлой серии я с Дерени, что не выдам его. Взамен он мне рассказал про какой-то тайник и ключ. Я пока не знаю, где они находятся. Бурбон отправил меня к коменданту Чертополоха. Чертополоха, подвал Чертополоха. Он туда свозит людей, мертвецов и там проводит с ними какие-то опыты, я так понимаю. Висят побочные задания, подарок сестры. Странный ключ. Используйте странный ключ. Где? А, вот они. Культистов вывод устроить в горах, подальше от маршрутов обычных путников. Проедите к сломанному мосту в сторону окраины Чертополоха. Там обогни утес, пока не найдешь путь, ведущий к холмам. К сломанному мосту в сторону окраины Чертополоха. Чертополоха. Людей в окраинах одержаны на полице, значит и вход в уцептилищ, но в уцептилищ лежит через лагерь. А ключ-то он у меня... Да, вот он, вот он, вот он. Странный ключ. Хорошо. Так, где мои пистолеты? Где мои пистолеты? Все, хватит. Ну-ка. Это разная. Дырявый щиток, дырявый щиток. Этот полный, а этот неполный. Так, все. Минус 119, 132. Да что же такое-то? Так. Навык атаки 474. Где урон вообще? Урон в секунду 239. Так. 239. Урон в секунду 180. Нормально, нормально. Зато это два моих пистолета. Два моих пистолета. А вот он еще пистолет. А, он показывает на 2. Все, отлично, отлично. Этот хуже пистолет. Этот хуже. Получше будет того, но он требует уровень игрока 16. Все. Все, два моих пистолета. Все. Еще у меня убить Юлиуса и убить Нигана. Так, ну это не тот же подвал, нет? Нет? Нет, я думаю нет. Юлиус. Такая огромная карта, вы посмотрите. Огромная карта. Огромная карта. Мы, наверное, сейчас просто побежим. Так, или нет. Или нет. Окраины чертополоха. В окраины чертополоха. Разлом окраины чертополоха. Разлом затопленного прохода. Значит, где-то, где-то, где-то вот здесь вот. Сырая ложбина, болото нечисти. Давайте мы отправимся в сырую ложбину. Отправимся в сырую ложбину. И вышли с портала. Меня встречают здесь мертвецы. Хорошие, приятные мертвецы. Так, стоп. Ориентируемся. Вход, вход. Место ремонта болот. Моста в болото нечисти. Точтон здесь сломан. Вот сейчас мы вот это место исследуем. На наличии Юлиуса и Ниггана иссохшего. Потому что где-то вот здесь вот я нашел первого фара согниющего. Немножечко исследуем. Сейчас вернемся вниз направо. А потом пробежимся по тайникам. А вот они, вот они, вот они. У меня есть гранаты. А, это активировали. Супер. Гниющий солдат. Вот он, вот он, вот он. Как это еще? Демо пустоты. Сражается тут со всеми. А вот они... Веселые культисты. Вот они, веселые культисты. Ух. Супер. Ключ потратился? Нет. Давайте слезем в подвал. Слазим в подвал. Вот они, послушники. Вот они. Чем это подстреляю? Что-то... Что-то, что-то тайные обряды. Тайные обряды послушников. Тело. Изрезанное. С червяками. Безногое. Горение. Письмо культистам болот нечисти. Вот это выстрел. А это от какого-то пистолета, значит. Какого-то пистолета такой эффект у меня. Хердухо. Холодная сталь. Примитивное оружие. Дубины. Дубины меня не пользуются. Исаак. Ньютон. Мое спасение. Но боюсь, что ты опоздал. Тащили лучшую часть меня на свой алтарь. Посмотрим, что я могу сделать. Мои ценности никому не останутся. Хорошо спрятаны. Под гнилым пнем. Ты их заслужил. Ну, дру спрятал. Ладно. Спасибо, я поищу. Повтори. Где ты в Сен-Ду? Иди вниз по реке, что за домом. До самого устья поищи на берегу. Вниз по реке. Призывали они. Подвал. Но это не тот подвал, который я бы хотел найти. И даже не предлагают мне даже эти вещи. Так, что за записка? Послание. Удар эфирным врагам. То есть... Мы объединили все наши силы в холмах над чертополохом. Готовы умереть кто на... Кто на спустоты... В общем... Жрец. Я так понимаю, против эфириалов сражаются еще и вот эти... Культисты. Сражаются против эфириалов. Эфириалов. Как я понимаю. А еще и против простых людей, выживших, они сражаются. Там же что-то спрятан. Там же спрятан сундук. Ботинки. 37-37. Скорость бега. Давайте. Давайте заменим. Мои два пистолета. Как я и хотел изначально играть. Не будем отходить. От моих мыслей. Вот они, подвешенные люди висят. Измученные. Измученные, подвешенные люди. Сырая ложбина. Мы ищем, ищем, изучаем. Вот сюда еще надо будет зайти. Мы снова слистым. Снова слистым и огромные гончие ревуны. Огромные гончие ревуны. Какую игру я бы хотел поиграть. Я бы хотел поиграть в игру постапокалипсис. Или хотя, не важно, постапокалипсис. С оружием. Типа Вейсланда. Вейсланд 2. Вот вышел директор. Скат более-менее адекватный. Что-то типа этого. С оружием. Современную. Без фэнтези. Без магии. Суровую современную игру. Постапокалипсис или еще что-то. Утопия какая-нибудь. Вот это. Без магии. Пресловутая. Такую игру будет создать гораздо сложнее. Потому что вот жанр фэнтези-жанр RPG будет создать гораздо сложнее. Почему? Потому что нельзя будет создать много пистолетов. Как бы немножко будет не укладываться в эту всю концепцию. А фэнтези-жанр можно создать. Потому что можно миллион придумать мечей. Меч калечащий. Меч убийственный. Меч еще какой-то. И так далее. Лук отравляющий. Огненный. Нельзя же придумать огненный пистолет. Вот. Вот. Пробивающий. Потускневший. Полэкс хлада. Или можно придумать. А как в Fallout 4. Правильно. Можно же придумать на самом деле. Пробивающий. Острый. Смертоносный. Убийственный. Меткий. Цепкий. Пистолет. В принципе да. Вот он Fallout 4. Что-то вроде. Похоже и выдумал. Что-то вроде такого. Ну жанр. Изометрическая. Вот такая. Экшн РПГ. Так. Юлиус разлагающийся. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Найден. Найден. Юлиус разлагающийся. Вон он. Ну теперь тебе не уйти. Теперь тебе не уйти. Здесь видны следы. Кто-то ездил на повозке здесь. Или на машине на какой-то. Кто-то ездил. Вот он Юлиус. Готов. Готов. Отлично. Осталось найти еще нежданно иссотшего. Мушкет прожорчивости. Молот. Сухой паек. Рукавицы. О. Достижение. Задание. Персонаж. Чемпион. Не натуткнул. Ну это опять же это двуручник. Я его удаляю. Этот пистолет хуже. Куртка 1856. Сейчас надета. Я и думаю, что это у меня вид такой. Во. Эту я использовать не могу. А как тогда я ее надел? Если я ее не могу использовать. 3849 скорости атаки. Надеваем. Скоростные перчатки. Надеваем. 52. Прослажение здоровья. 6 атаки. Пистолет. Кольца. Вот их много. Энергии. Колдовства. Что с ним можно сделать? Лента. Во. Лента. Отлично. Еще что-то наделось. И вот эта вся игра, она была бы наполнена страшными монстрами. Страшными в том плане, что они были бы нам известны. Они не были бы выдуманы, не были бы фантастическими, сказочными. Они были бы реальными. Которые можно было бы встретить, получить, увидеть где-то как-то. Были бы реальными и страшными. Мутировавшие люди, солдаты, проклятые солдаты, уродливые солдаты и так далее. А весь этот фэнтези жанр, он такой далекий, сказочный. Как вся эта Нарния и так далее. Миланхард. Миланхард, Миланхард. Вот она, темная область. Оторван. Идем туда. Железная труба, кстати. Мостик, красиво. Монстры реальные. Мертвецы. Мутанты, жуткие личинки, черви, мутировавшие животные и так далее. Записка Миланхарта. Сейчас этой записке будет что-то написано вроде «Прости меня, дорогая жена, я стал монстром, я ничего с этим не могу поделать». Все в этом духе. И, соответственно, отдай моей жене медальон. А, это брат, брат, Сибилхард. Придется нарушить обещания, сдаваться. Повезло выжить в первую ночь, когда вызвался отвлечь мертвецов, в то время как Бурбоновая группа, маленькая сестра Сибил, пробивали себе дорогу в перекресток Дьявола. Верю в Бурбона. Сможет везти людей, то только он ушли. Я посмотрел в Бурбон и сказал им, чтобы он оберегал ее. Спокойным. Клониться от них. Но теперь у меня крышка в кучке ветких лачук постоянно меняла положение, пока трупы не подобрались слишком близко. Вот она, вот она реалия, вот она. Скрывался в лачушке, а трупы подходили близко. Я так и не смог пробиться, а день уже на исходе. Мертвецы кажутся, в общем-то, тупыми, но я думаю, что все они подкопали берега реки прошлой ночью, заставив воду размыть дорогу. Мертвецы подкопали. Вот вы представьте вот эту картину. Мертвецы, полуразложившиеся, полусгнившиеся, раскапывают дорогу, чтобы что-то делать. Ими движет какой-то общий разум вот этот вот. Кто-то направляет их. Еще не все потеряно, не собираюсь подыхать, вырваться на свободу. Я могу надеяться, что она добралась до перекрестка Дьявола. Вот вы подумайте вот над этим. Еда. Так, здесь может быть еда оставаться свежей. Остается Ниганесохший. Ниганесохший. Странный ключ из зеленого светилища. В общем, чтобы найти... Вот сюда надо еще сходить. Взорванный мост, где? А не знаю, где. Не знаю, где. Мост. Вот это место еще можно сказать. Но я думаю, вряд ли что-то здесь... А хотя, может быть, здесь и будет скрываться этот... Этот монстр. Давайте его все-таки найдем, наверное. Наверное, его найдем. На трассе, лежанки, лежаки. Где далеко, ничего страшного. Обойдем. Пещера. Болото нечисти. Это болото нечисти. Сходим, сходим. Изучим болото нечисти. Больше вам не испить крови, комары. Сколотый коготь. Камни. Вот они, махрицы, комары. Предметы. Супер-выксамутанта. Сломанный коготь. И шучный мех, который идет на улучшение брони. Ты живешь в этом мире, и ты пользуешься... Остатками этого мира, чтобы что-то себе сделать. Какой-то магниль. Строится мутанта. Еще какие-то вещи. Сохранение. Они чудодейственные. Броня искусств. Я не знаю, не знаю, вот какие вещи здесь лучше. Абсолютно не знаю. 49. Броня. Скорость атаки с определенным холодом. Выбрасывать начинаю. 52, 52. Телосложение начинаю выкидывать. Начинаю выбрасывать. Холодная сталь любого оружия. Урона холодом. Ну, холод мне не нужен. Что дает вообще это сердце? Сотрясает для разъединения пачки. Что оно дает? Древнее сердце. Ну, ладно. Потаскаю пока в сумке. Может быть, когда-нибудь найду ему применение. Вот только не слизцы. Только не вот эти вот фантастические трясинные войны. Фэнтезийные. Кто угодно. Целебная тварь. Все, я подошел. Я подошел в эту местность. И готов встретиться с последним из трех монстров. Кто мне нужен? Он, конечно, здесь есть. Но я очень надеюсь. Болотные. 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 Здесь трясинные войны. Трясинные войны. Что приходит на ум при слове трясинный войн? Трясинный. Трясинный болотный народ. Ну, вот эти гроблы, вот эти тролли, которые у меня там встретились. Это вообще жуть. Это... Как вообще додуматься на это в момент? Трясинные войны. Так. Детализированная карта. Ну, я ее и так открываю. Давайте порталик. Тут мы побегали. Туманная низина. Кранчер это полоха. Мы идем в Туманная низина, чтобы попытаться найти логом оккультистов. Стемнялось? Ах, это пещеры. Это сеть пещер. Место взрыва. У меня взрывчатки нет. Пройти по пещерам? Нет, мы выйдем из пещеры. К пещеры мы выйдем. Реликвии. А, так. Так, так, так. Мост. Это сюда дорога идет. Вход. Место ремонта болота нечистил. И сюда вряд ли. Вот это область только остается. Ну, тоже чертополох. Тут уже чертополох. Нет, ладно, пойдем пока дальше. Пойдем дальше. Ниган иссохший. Мы оставим его на потом. Все, в чертополох идем. Двигаем в тему. Чертополох. Такой же лучший. Вот, быстрее стреляю, стреляю. И что? И что? Лестница вниз. Так. Ученицу Каспарова в подвале одного из поместьй. Чертополоха. Одного из поместьй. Одного из поместьй чертополоха. Сейчас мы поизучаем. Мутировавшие огончие. Вот они собаки мутировавшие. Вот это вот оно, вот он реалия. Мертвые люди, собаки. Так, через стенку он тут не собирается стрелять теперь. Так, тут снова будет подвал. Да, подвал. Ну, поместье. Но это ведь не поместье. Это какие-то ветхие лачуги и дома. А мне нужен подвал. Причем подвал поместье. Причем подвал поместье. Время. Время. Подвал поместье мне нужен. Не был. Тут не был, а вот тут я прошелся. Так что, наверное, сюда смысла мне двигаться нет. В этот подвал. В этот подвал смысла спускаться мне абсолютно нет. Лестница вниз. Надо изучать весь чертополох более детально. Более детально. Пройтись по этой улочке, например. Ночь. Стемнялось все. И я иду по улице, наполненной мертвецами. Стреливаю из двух пистолетов. Дома разрушены. Непонятные эфирные друзы здесь, которые поражают меня какими-то лучами, если я близко подхожу. И я куда-то, куда-то иду. Заброшенный порт. Я хотел вообще-то... Ладно, ладно, пойдемте в заброшенный порт. Отзирайте. Глаза лежат. Лежат глаза. Глаза. Порт. Взрываются глаза, остаются. Ткань. Предмет задания. Ага. Ну давай. Да опять не ту клавишу. Ткань. 20, 29. Засложение. Останавливаю пока. Пока мы все оставим. Пока для какого задания, я не знаю, но я побегу по этому порту. Там он тоже что-то... Крысы. Крысы. Знакомые монстры мне уже. Крысы. Что-то там отображается. Ход в гнойное логово. В гнойное логово. Что, заходим? Давайте-давайте зайдем. Может быть там какой-нибудь пост находится. Они на меня напали. Дружненько. Уровень 16. Отлично. Уровень 16. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ничего себе мне. Чуть не прикончили. А, я отравляюсь, потому что просто здесь бегу. По вот этим зеленым. Просто потому что... Просто потому что я прохожу по вот этим зеленым ядохимикатам, и я начинаю отравляться. Начинаю... Отравляться. Надо расправляться издалека все-таки. Пользоваться моей... Моим дальним боемой дальностью. Я их совсем не пользуюсь. 106 сопротивления. 18. Давайте, давайте, давайте поменяем. Поменяем. Тем более это не комплект. А, надо распределить так. Что тут с инквизитором у нас? Взрывная пуля. Что это дает? 12%... А, вот она, взрывная пуля. Точно калиброванная пуля. Взрывается при контакте цели. Вот это, наверное, и есть вот этот выстрел. В использовании обычной атаки. 12% шансов удавления урон основным. Дополнительный методический урон. Урон огнем. Это вот она, взрывная пуля. Два пистолета. Давайте вкачивать два пистолета. Проникающий урон. Давайте все вложим сюда. Все вложили. И в искусность. Все вкладываем в искусность. Плюс 6. То есть, вот этот пистолет плюс 6, да? Да, этот пистолет хуже. Выкидываем. Это 24,91. Духа выбрасываем. 134 кислотой ядам искусности выбрасываем. Так. Урон мы из пистолетов подняли. Опа. Серьезно. 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 Серьезный парень. Серьезный парень. Все что ли? Спокойствие. Нет, топоры мне не нужны. Что и все? Мне казалось, что более жестким. Костяная крыса тут ведут вполне огонь. Хлам. Давайте хламу наберем. Нет, не будем растить. Штаны выпали. Плохие причем. Вот такая гнойная пещера такая вот. Мощные бонусы, да, комплектные предметы. Так, это я где? Это я в порту бегаю. Это я путешествую в порту. Вот она, ночь. Ночь. Это трясинный воин. Это что ты будешь делать? Чемпион. Я так и не договорил. Что напоминают мне слова трясинный воин? Кто это? Кого можно назвать трясинным воином? Это кто? Поместье чертополоха. Вот они. Вешеная крыса. Я пока не могу придумать. Трясинный воин. Волотники какие-то. Волотники, крабы. Это вопрос остается открытым. Чем можно заменить трясинный воин? Лестница вниз. Ученица, ученица. Отлично. Отлично. Бочку пнул. Рогенштерн. А, и здесь же звезды. Звезды это звездное небо. Покрушим мебель. Так. Это что такое? А, это этот. И здесь же. А, вот он. Начинаем. Монстры. Громила мутант. Вот они. Вот они. Вот кто мне нужен. Громила мутанты мне нужны. Все. Очистил. Очистил. Планирующий солдат. Клеймер расторопности. Сколько поисков у меня. Здоровье. Давайте меняем. Выбрасываем редкий поезд. Магический поезд. Сурона молнии. Проникающему урону нет. Искусность, дух. Давайте заменим. Здоровье, энергию, стихийный урон. Выбрасываем. Выбрасываем. Ну, заходим искать ученицу. Редкий материал. Так. Ай, я пришел оттуда. Я оттуда пришел. Бьющие солдаты. Лам. Кто-то был здесь недавно. Я так понимаю, это мысли главного героя. Кто-то был здесь недавно. Вещи. Дарлет. Дарлет. Чиница. Чиница Каспарова. Гранен на изумру. Мрачное темное подземелье, наполненное мертвецами. Что может быть лучше? Что может быть чудеснее? Горящими мертвецами, складными мертвецами и прочими мертвецами. Никакой босса хранить ее не будет здесь? Оф. Нет? Что-то нашел меня здесь. Подвал в поисках припасов. Но была отрезана от поверхности мертвецами. И теперь я не знаю, что делать. Меня поспалал Каспаров. Ты можешь это сделать? Открывай разлом. Все. Теперь остается только встретиться с ней и выполнить 5 задания. Ну а мы по подвалу пробежимся дальше. По подвалу мы пробежимся дальше. Тундучки. Мутант-потрошитель. Отлично. Отлично. Наконец-то вернулся к дому моим пистолетом. Что я и хотел. Лестница наружу. Лестница наружу. А сюда путь. А, это просто круг. Нет, не просто круг. Стрелять я стал чаще. Потому что я там прокачал их, я так понимаю. Так, а что это там подсвечивается? Пища в стороне. А. О, такой тайник своего рода. С припасами, с вещами, сыромятные, поножи, кольцо разрушения. Так, редкие наплечники, проникающий урон. Давайте заменим, давайте заменим. Зеленый 29, искусность и навык атаки. Давайте заменим. Все меняем. Все мы заменяем. Урона здоровья, урона эфиром, урона огнем против зверолюдей. Зверолюдей у меня нет уже никаких физического урона. Внутренними травмами, навыкозащиты. Урона огнем, урона кровотечения, урона секунду. Меняем. Так, я поменял ведь? Да. Пусть пока так будет. Пусть пока будет все. Так, еда-то где? Я не съел ее? Все съел. Съел еду и пошел дальше. Съел еду и пошел дальше. Вылазим по хлипкой лестнице. Хлипкой лестнице. И сразу же встречают меня веселые ребята. Гниющий солдат. Веселые гниющие солдаты. Тайник Исака в болотах нечестей. Найдем. Все найдем. Все тайники отыщем. Все задания попробуем выполниться. Тут видно строение. Кто-то изучал. А, хирургия какая-то была. Доктор. Где жил доктор явно? Строение человека. Порно-двигательный аппарат. Кишки, желудок. Внутренности. Бродяга Харви. Ну-ка, давайте пообщаемся с бродягой Харви. Что он тут вообще? Кто это вообще? Так, бродяга Харви. Ты сломал мою дверь. Сгнившие услышат тебя, они придут. Сгнившие услышат тебя. Чтобы найти малыша Олгера и меня. Подожди. Нет, нет. Ты не смог бы найти нас, будучи сгнившими. Они бы никогда не додумались посмотреть здесь. Безопасен. Черта полох. Нечего бояться, видишь, чтобы очистить от них деревню. Ты говорил с этой куклой? Вот она. Вот она, кукла. Сумасшедший человек. Ну, наверное, потерял своих детей и стал общаться с этой куклой. Какой куклой? Это мой сын? Да, мой сын. Перестань говорить о нем так. Даже лучше, чем он. Прекрасен. Идеальная кожа этих сгревших снаружи. Принять реальность, ты живешь здесь один. Жаль твоего сына. Мы должны жить дальше. Отравить мой разум. Ты один из сгнивших. Ты пытаешься отравить мой разум. Ты один из сгнивших? Вы все только снаружи нормальные. Медленно пятится. А, ну это понятно. Войн-то споднего. Понятно. Убить его или уйти? Давай попятимся. Понятно. Сумасшедший человек. А если я с ним заговорю еще раз? Нет, я не могу. Кроме как тут. Ты еще ты давно здесь? Вот лучше поговорить с ним. Что они придут, сгнившие. Я это знал. Всех предупредить. Свою семью. Но они не называли меня сумасшедшим. Я хотел спасти их, но просто не мог дальше сдаваться там. Разве ты не видишь? Не было выбора. Кроме малыша Уолтера я вернулся. Это умно. Не находишь. Болоте. А никогда не додумались снова искать в городе. А, комендант. Нет, не только не его. Ищи дальше по дороге на холме в этом доме, где люди кричат, всегда кричат. Что-то с ним не так. Понятно. В доме комендантов люди всегда кричат. В общем, он проводит там над ними опыты. И возможно все вот эти вот мертвецы, которые выходят. Это дело рук вот этого коменданта. Понимаю. Бродяга Харви. Вот, 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 вот моя цель. Моя цель. Ну мы возвращаемся сейчас в город. Возвращаемся. И сдаем задания, какие можем сдать. Мы уже пришли по месте чертополоха. Мощные бозуны, сносить их вместе. И даже могут дать новые навыки. Так. Поговорить с Дарлетт. И Сибил. С Дарлетт и Сибил Харт. Каспаров. Ленивая помощница наконец-то вернулась из маленького путешествия. Хорошо, хорошо, вернем обратно. Она говорила, тебе тоже не подрешать, сделаю. Спасибо за помощь. Каспаров не дал мне даже отдохнуть, приступать к работе. Помощь тебе с чертежами. С какими чертежами? Вернулся. Можешь это предоставить на услуги очарования? Ааа, никчемным ремеслоем заняты тащи работой. Вот она, может очаровывать предметы. Что-то завлекать, извлекать. Камешки. А, камешки добавлять. Понятно, понятно. Мы в другой раз этим займемся. Пока мы сдадим задание Сибил Харт. Отдадим ей медальон. Вот она. Ты вернулся. Амулет моего брата. Все так, как я был. К сожалению, Милтон был один из техниц лицов. Горе, прости меня, незнакомец. Что мой брат избавлен от страдания. Амулет был зачарован, чтобы наделить моего брата силой. Я уверен, тебе он пригодится больше. Пусть он останется с тобой и принесет тебе удачу. Живительный амулет, сестры. Здоровье, в общем, он был зачарован. Был зачарован. Был зачарован в здоровье. Все, ребята. Наконец-то мои два пистолета. Мечта сбылась. Задания выполняются. Исследование продолжается. Медаль. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. До скорой встречи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok